Администрация Ненецкого округа объявила о формировании кадрового резерва. По поручению губернатора аппарат администрации приступил к созданию базы данных лиц, рекомендованных к назначению на руководящие должности в органы исполнительной власти округа и подведомственной им организации. Первыми отбор для включения в кадровый резерв пройдут специалисты сферы образования и здравоохранения. Отмечу, что система формирования кадрового резерва региона работает с 2008 года и работает довольно успешно. За этот период через конкурсный отбор прошли десятки человек. Сегодня многие из них заняли руководящие должности. Владислав Песков, в прошлом руководитель одного из подразделений «Лукоил Информ», вошел в кадровый резерв Ненецкого округа в 2009 году. На протяжении нескольких лет, не отрываясь от основной работы, проходил обучение и повышал квалификацию. Спустя шесть лет нахождение в резерве перешел на работу в одной из окружных учреждений. В 2015 году появилось предложение со стороны администрации и меня пригласили на должность руководителя государственного монетарного предприятия Ненецкой компании электросвязи. Сейчас я являюсь директором. С моей точки зрения, эта система хорошая с точки зрения обеспечения кадром Ненецкого автономного округа. Понятно, что там необходимо время. И с моей точки зрения, как это нахождение в кадровом резерве, появляется потенциал для повышения своей квалификации, улучшения знаний. Есть в копилке кадрового резерва округа и более быстрые назначения. Сергей Паромов сегодня занимает должность заместителя председателя комитета инвестиций и развития предпринимательства. Попал в базу данных в середине прошлого года. За это время произошло множество мероприятий по подготовке резервов. В том числе очень обильная учеба, очень много было обучающих мероприятий. И семинары, и деловые игры сами материал освояли какой-то теоретический. Взаимодействовали в группах. То есть велась целенаправленная подготовка по развитию отдельных компетенций, навыков и знаний для того, чтобы эффективно работать на руководящих должностях. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв – это серьезная работа, отмечает начальник управления государственной гражданской службы и кадров аппарата администрации округа Елена Маркелова. Прежде чем включить кандидата в резерв, с ним проводят тестирование. Успешно прошедших тест включают в базу данных и начинают готовить к работе на руководящих должностях по программе менеджмент. В настоящее время наш округ испытывает потребность в высококвалифицированных кадрах в различных сферах социальной и экономической деятельности. Потребность есть, естественно, и в хороших управленцах. Формирование кадрового резерва позволит в перспективе решить вопрос в выборе кандидатов при назначении на руководящие должности в органах государственной власти или подведомственных им организациях. Мы сегодня прорабатываем возможность назначения руководителей окружных государственных предприятий и учреждений по результатам конкурса или из резерва кадров. И сегодня губернаторам объявлено о формировании кадрового резерва из числа специалистов в сфере образования и здравоохранения. Как уже отметила Елена Маркелова, сегодня процедура наборов кадровый резерв претерпела изменения. Если раньше администрация объявляла о наборе в резерв в целом, то сейчас формирование будет происходить по отдельным направлениям. Сегодня такими направлениями объявлены образование и здравоохранение. Специалисты вышеназванных сфер, желающие принять участие в формировании кадрового резерва лиц, рекомендованных к назначению на руководящие должности, могут отправить свою заявку до 25 февраля. Процедура довольно проста. Там необходимо зайти на сайт администрации Нинецкого округа, в разделе «Государственная служба НАО» нажать на вкладку «Резерв управленческих кадров». Здесь вам будет предложено заполнить форму электронного резюме. Вся информация поступит в Управление государственной гражданской службы округа. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.